Девушки отдыхают С беспроводным геймпадом Defender Четвертый гранд-финал Европейского чемпионата наций Пройдет в августе в Лейпциге А также мы ждем вас В нашей школе виртуального спорта Сегодня мы вам расскажем о том Как правильно вести свои расходы И конечно же Вас ждет захватывающий бой Между командами 7 Pro И Трэп на карте Детрейн Ежегодный ивент QuakeCon в США в этом году Вновь распахнет двери для поклонников Quake со всего мира Желающих сыграть друг с другом В различные вариации игры Однако в этом году На турнире будут лишь две официальные дисциплины Enemy Territory Quake Wars И Quake Damage Занявшие первое место Получат 20 тысяч долларов Четвертый гранд-финал Европейского чемпионата наций Пойдет в августе в Лейпциге Лучшие команды Европы Сражающиеся в рамках этого чемпионата по интернету Теперь встретятся лицом к лицу на LAN Призовой фонд чемпионата В 50 тысяч евро Будет разыгран в следующих дисциплинах FIFA 07 Warcraft 3 И Counter-Strike 1.6 Компания GSC Game World Анонсировала Stalker! Чистое небо Это произошло на выставке в США Дополнение обещали выпустить в первом квартале 2008 года Главному герою предстоит сыграть основную роль в событиях Которые приведут к начальной точке предыдущей версии В игре будет режим мультиплеер Возможно, эта версия станет более популярна среди киберспортсменов В конце мая В рамках третьего сезона MGL1 Состоится матч по Counter-Strike Между MAU Sports и Existence Где, к всеобщему удивлению, победу праздновали испанская команда Existence Через некоторое время после окончания матча Со стороны MAU Sports был подан протест с просьбой переиграть встречу из-за сбоя сервера Протест был рассмотрен лишь на этой неделе И организаторы вынесли вердикт переиграть игру Игра тогда закончилась с отсчетом 16-9 Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы рассмотрим баланс расходов Предположим, у вас внезапно появились деньги Вы выжили несколько раундов, но еще не достигли пределов, когда потеря денег не имеет значения Вот тут не стоит экономить на основном оружии Отдавая предпочтение поиску возможностей сохранить пару баксов Обычно нет необходимости до отказа забивать автомат патронами Двух дополнительных магазинов вполне хватает Но небольшое вложение в броню и шлем в размере 1000 долларов Сыграет очень важную роль в предстоящей схватке Также нет необходимости покупать Диффьюз Кит 200 долларов каждый раунд Особенно, если вы собрались штурмовать Гранаты бывают очень полезны на некоторых картах Но трата 500 долларов за раунд уже предмет роскоши Покупайте их только если вы в самом деле очень хорошо ими владеете В противном случае оставьте их товарищам Не покупайте кучу патронов, если обычно не используете их в большом количестве Также подумайте, какие боеприпасы использует ваш пистолет И запомните, что можно получить еще два магазина к автомату бесплатно Мы, виртуальная школа, учитесь на пятерке, пока бесплатно Разойдись! Смотрите далее Откиньте на спинку кресла и играйте в свое удовольствие с беспроводным геймпадом Defender И, конечно же, вас ждет захватывающий бой между командами 7 Pro и Trap на карте Dead Rain Универсальный игровой руль Defender Challenge Turbo отлично подходит для самых разных гоночных стимуляторов Руль имеет полный набор клавиш управления, два подрулевых переключателя и переключатель лимитов Провизиненные накладки повторяют форму руки, что позволяет почувствовать себя за рулем настоящего автомобиля Цена Defender Challenge Turbo всего 1000 рублей Проводная мультимедийная игровая клавиатура Afotec TB28G предназначена как для геймерских баталий, так и для обычной работы в офисных, мультимедийных и интернет-приложениях Классический дизайн модели обеспечивает большую устойчивость клавиатуры в процессе игры А 12 дополнительно горячих клавиш сделают повседневную работу на компьютере удобнее и эффективнее Откиньтесь на спинку кресла и играйте в свое удовольствие с беспроводным геймпадом Defender Прорезиненное покрытие рукояток, два дополнительных аналоговых джойстика и самое главное – возможность свободно играть Все это сочетает в себе беспроводной геймпад Defender Game Racer Wireless Джойстик MaxFighter F31U Vibration включает 10 кнопок, кнопку акселератора, ручку управления и видоискатель для игр-имитаторов полета Кроме того, MaxFighter F31U Vibration имеет встроенный мотор, который обеспечивает мощный виброэффект Вибрации позволят вам ощутить реалистичную отдачу при игре Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня нам с вами предстоит увидеть очередной матч, прошедший в рамках кругового этапа Национальной профессиональной киберспортивной лиги сезона 2006-2007 В прошлый раз мы были свидетелями боя на первой карте встречи Сегодня же нам предстоит увидеть бой на второй карте – The Train Состав команды ТРЕП Владимир Редмон Тарасов – возраст 20 лет Андрей Радо Капитанов – возраст 23 года Руслан Танк-Аббясов – возраст 21 год Александр Калыч-Грибов – возраст 22 года Демьян Блейд-Земский – возраст 20 лет В течение всего сезона клуб упорно борется за выход в плей-офф По очкам они идут на одном уровне со своим соперником командой 7 Pro И в прошлой игре им удалось пошатнуть позиции соперника Состав команды 7 Pro Сергей ДДС Бейбутов – возраст 22 года Алексей Кио Лагутин – возраст 19 лет Максим ТРК Ханов – возраст 22 года Дмитрий Митя Корцов – возраст 21 год Сергей Даник Мерцалов – возраст 21 год Команде во что бы то ни стало нужно выигрывать вторую карту встречи Игроки настроены серьезно и не собираются уступать соперникам В этой игре столкнулись интересы двух сильных региональных команд Трэп находится на одну строчку ниже 7 Pro в турнирной таблице Сегодня нас ждет бой на второй карте встречи – D-Train Все готово для начала матча Производятся рестарты И в первую атаку идут 7 Pro Даник идет далеко в дом В этот момент остальные орловчане ждут команды на центре Радо убивает Даника в перемычке хедшотом из USP И 7 Pro, недолго думая, начинает выход из центра Кио в этот момент через дом идет к верх-низу Происходят размены Потери есть в одной и другой команде Редман убивает Митю, низшего бомбу И теперь у Трэп явное преимущество Трое против одного Кио Кио спускается наверх-низ, убивает Редмана Отходит назад и через дом возвращается на центр Там он расправляется с Грибовым и пытается выйти на центр Но там его уже ждет танк И красивым хедшотом убивает его Счет становится 1-0 в пользу Трэп В четвертом раунде Кио встает на центре с АВП И сразу же убивает Блэйда ТРК с Даником спускаются наверх-низ ТРК убивает Радо Тут же его убивает Грибов и отходит в центр к 7 Pro Но там его ждет Кио с АВП И вот преимущество уже на стороне 7 Pro Даник с вагона убивает Редмана, отстреливающегося на пленте 7 Pro ставит бомбу и танк принимает решение Сохранить оружие для следующего раунда Счет становится 3-1 При счете 5-3 в пользу Трэп 7 Pro вынуждены провести экономический раунд Они покупают диглы и быстро атакуют закрытый плент Победный фраг в раунде делает Редман 6-3 в пользу Трэп При счете 7-7 ДДС, ТРК и Кио отправляются в дом А Даник с Митей ждут на центре ДДС спускается наверх-низ И они вдвоем с Даником убивают Блэйда Кио с ТРК спускаются на нижний парапет И убивают там Радо Орловчане занимают закрытый плент И устанавливают бомбу В этот момент Калыч на открытом пленте убивает Даника Редман через респаун Подходит к закрытому пленту И из АВП убивает Митю Танк выходит на верхний парапет И убивает ТРК Ну а точку в раунде ставит Грибов Он убивает Кио из АВП И первая сторона заканчивает со счетом 8-7 В пользу Трэп Команды меняются сторонами И вот уже Трэп идут в свою первую атаку Нижегородцы разбиваются по принципу 2-1-2 То есть двое в зелени Один на центре, двое в доме Попытка выйти на плент Б Заканчивается неудачей для Трэп И потеряв Блейда Они решают отступить В этот момент Даник убивает Калыча На выходе из зелени Акио Там же убивает Редмана Радо все-таки проходит по нижнему парапету И убивает ТРК Танк подбирает бомбу И убивает ГДСа Но его останавливает Даник У Трэп в живых остается только Радо Но он не успевает поставить бомбу И счет становится 1-0 в пользу Севенпро Следующие два раунда экономические для Трэп И их без потерь берут Севенпро 3-0 в пользу Севенпро При счете 6-0 в пользу Севенпро Нижегородцы разделяются Двое быстро атакуют открытый плент Блейд прикрывает их в центре А Редманс с Калычем Идут через дом наверх-низ Происходят размены Есть потери и в одной, и в другой команде И вот Трэп уже в большинстве 3 на 2 Даник убивает Радо Калыч убивает спустившегося Сверхниза ТРК И завершает раунд Убийством Даника в центре Счет становится 6-1 в пользу Севенпро В 10 раунде При счете 8-1 в пользу Севенпро У Трэп не хватает денег на покупку полноценного боекомплекта И они закупаются по возможности Вчетвером они бегут на зелень Оставляя одного Редмана на центре Танк выходит из зелени И его в спину убивает Даник Редман заходит в дом Но там его убивает Митя Блейд, Радо и Калыч выходят из зелени Тут же ДДС убивает из АВП Калыча И через несколько секунд Из того же АВП убивает Блейда И точку в игре ставит ТРК Минус Радо И Севенпро побеждает на карте Детрейн Со счетом 16-9 Мы поздравляем команду Севенпро Из города Орел с победой Хотя по результатам двух матчей Встречи Севенпро и Трэп и вышла ничья Но все же это победа для Севенпро Они отстояли свое место в турнирной таблице И не дали нижегородцам обойти их в рейтинге Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школ виртуального спорта И конечно самое интересное Новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Музыка Субтитры создавал DimaTorzok